Доктор Исламовет Ральф Гадбанс, наш собеседник. Господин Гадбанс, здравствуйте. Прежде всего, хотелось бы услышать ваше мнение о том, что произошло во Франции. Дело достаточно скверное. Это может стать своего рода поворотным моментом, вроде 11 сентября в Нью-Йорке. Велика угроза, что настроение резко изменится. Я надеюсь лишь, что французское правительство и гражданское общество предпримут правильные шаги, чтобы прекратить подобное. Ведь именно сейчас, в связи с непростой экономической ситуацией во Франции, эскалация может иметь очень плохие последствия и привести к увеличению числа радикалов. Со среды только и разговоров, что проект «Случившийся теракт» средний европейский обыватель, такое ощущение складывается, должен убедиться во мнении, что это очень сложная проблема, что всем нужно очень взвешенно подходить к ее оценке, и что нужно проявлять терпимость, толерантность. Но я помню ваше высказывание во время одной из предыдущих наших встреч, высказывание о том, что нельзя допускать ложной терпимости к недемократическому поведению и недемократическим идеологиям. Может быть, не так все и сложно, как хотят представить. Может быть, достаточно просто соблюдать закон. Соблюдать закон нужно в любом случае. Мы живем в правовых европейских государствах. Здесь это нечто само собой разумеющееся. Что касается терпимости и ложной терпимости, то в нынешней ситуации эта позиция подвергнется проверке. Важно показать, к чему нужно быть терпимым, а к чему нет. Жертвами теракта во Франции стали двое мусульман, граждан Франции. Нам нужно обезопасить умеренное большинство мусульман от террористических и радикальных течений. Но кто же принадлежит к этим радикалам? Вопрос непростой. Я лично считаю, что существующие исламские союзы, которые выступают против насилия, готовят почву для насилия в том смысле, что они проповедуют старые классические идеи ислама. Почему союзы не дистанцируются от радикалов? Ведь эти радикалы вырастают в их среде, в их мечетях. Что они предпринимают против них? В этом заключается нынешняя проблема. Может быть, вам будет интересно, послушайте, с каким посланием выступил Совет Муфтиев России. Я зачитаю. «Возможно, грех провокации в нашем мире не менее опасен для сохранения мира, чем грех тех, кто на эту провокацию способен поддаться. Оскорбление чувств верующих недопустимо, как недопустимы любые проявления экстремизма». Конец цитата. Таким образом, журналисты и террористы были поставлены на одну ступень. Можете ли вы с этим согласиться? «Все союзы по всему миру выступают против насилия и осуждают насилие во имя ислама. Они призывают к умеренным взглядам. Но я считаю, что этого недостаточно. Например, они должны объяснить, что джихад, о котором подробно говорится в Коране, уже не актуален. Существовала определенная фаза во время возникновения ислама, когда ему приходилось пробивать себе дорогу путем насилия. Но сегодня, когда существует международное право, когда существует права человека, это уже не нужно. Надо отказаться от этого понимания джихада. И это должны сделать мусульмане, а не Европа. Это единственная возможность добиться продолжительного мира. Пока этого не произойдет, любой мусульманин может убивать людей, ссылаясь при этом на строки в Коране». Ну, а теперь давайте попробуем рассуждать о том, что может произойти в Германии. Получается, что Пегида права. Что вы могли бы сказать тем людям, которых Пегида сейчас призывает не допустить исламизации Европы? Что касается исламизации Европы, это не иллюзия. Это стоит в программе всех, я говорю серьезно, всех исламских союзов и организаций. Миссионерство в правовом государстве разрешено законом, это их право. Но получится ли у них обратить людей в свою религию? Я в этом сомневаюсь. Думаю, у нас настолько сильное современное гражданское общество, и права человека в нем настолько укоренились, что Европа сможет интегрировать группы мусульман и всех, кто приезжает сюда из недемократических стран. То есть опасность, на мой взгляд, не такая уж и большая. Но этот феномен существует, и им нужно заниматься, а не делать вид, будто его нет. Что касается Пегиды, то это протестное движение, которое возникло главным образом из-за массового притока беженцев. Число беженцев в позапрошлом году увеличилось до 65 тысяч, в прошлом году их уже было более 200 тысяч, в этом году ожидается еще больше. Это проблема, поскольку большинство этих беженцев не настоящие беженцы, а экономические, другими словами, нелегальные мигранты. И политики должны найти решение этой проблемы. Вместо этого на протяжении нескольких месяцев все думали только о дорожных сборах за использование автобанов. Это безумие. Нормальные граждане перестали понимать политиков. Так что это протестное движение. Но называть демонстрантов правыми радикалами неверно. Они таковыми не являются. Это настоящее протестное движение, зародившееся среди обычных граждан, которые призывают политиков выполнять свои обязанности. Все-таки, как вы полагаете, сколько тысяч людей выйдет в следующий понедельник на очередной митинг Пегиды? Число останется неизменным. Оно увеличивается медленно. В последний раз на демонстрацию пришли 18 тысяч. Важно то, что пока эти протесты не смогли распространиться на другие земли и коммуны. Это хороший знак. Да, население относится к демонстрантам с симпатией. Опросы показали, что минимум треть граждан их поддерживает, то есть разделяет их точку зрения. Это не значит, что они обязательно против ислама. Но они считают, что в стране возникает своего рода отчуждение, и что политики на него не реагируют. Даже если покончить с этим движением в следующий понедельник, то это не изменит сути дела. Если партии не реагируют на это предупреждение, то во время следующих выборов правые партии, не обязательно нацистские партии, а, к примеру, такие, как альтернатива для Германии, окажутся в выигрыше. Мы на пути к тому, что происходит во Франции с национальным фронтом. И это не может происходить. Господин Гадбан, я вас благодарю. Спасибо. Доктор и сломовед Ральф Гадбан принимал участие в нашей программе. Мы сейчас прервемся на несколько минут и после рекламы продолжим.